Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Стас Быков и сегодня мы поговорим простыми словами о том, что такое IP-телефония, для чего ее рекомендуют использовать и какие преимущества она дает вашему бизнесу. IP расшифровывается как интернет протокол, то есть телефонная связь, которая работает через интернет. В прошлом месяце я уже записывал видео урок, в котором я рассказывал о преимуществах IP-телефонии. Вы можете его найти. Вот 5 правил увеличить продажи. Я ссылку на него также оставлю в описании под этим видео или вот здесь в подсказке она сейчас выскочит. Поэтому перейдите, посмотрите. Здесь я описал 5 рекомендаций, которые обязательно нужно использовать для того, чтобы увеличить продажи в вашем бизнесе. И одна из рекомендаций это как раз подключение IP-телефонии в связке с CRM-системой. Об этом тоже мы сейчас детально поговорим и вам все станет понятно. До недавнего времени использовались аппаратные телефонные станции, то есть закупалось специальное оборудование, телефоны, которые подключались отдельно, индивидуально в каждом офисе. Но сейчас уже технологии дошли до того уровня, что можно иметь виртуальную телефонную станцию у себя в кармане, в телефоне и использовать IP-телефонию в своих целях. Давайте проведем сравнительную характеристику, чтобы вам сразу стало понятно, виртуальная АТС и стандартная аппаратная или железная АТС, как ее можно иначе на сленге назвать. Итак, подключение железной аппаратной АТС, это в первом столбике, обходится более чем 100 тысяч рублей для одного только офиса. Я произвел небольшие расчеты для того, чтобы вам показать действительно из чего складывается эта сумма и для того, чтобы купить базовый блок, в который будут подключаться все аппараты по стоимости. Конечно, она у всех разная, но 48 тысяч рублей это в среднем, плюс если взять 10 аналоговых телефонов с минимальной стоимостью 1200 рублей, и того у нас уже получается 60 тысяч рублей. Это только на оборудование, не считая прокладку розеток и техническое обслуживание, настройку конфигурации и вообще оплату системного программиста. В виртуальной же телефонии вам это все не нужно арендовать и это есть уже у оператора, вам просто нужно арендовать данные мощности и оплатить месячный тариф. Цены здесь у всех разные, сегодня также об этом мы с вами вместе поговорим. Далее давайте сравним настройки, здесь нужны, конечно же, технические специалисты, которые сделают программирование, сделают монтаж, сделают тестирование системы и это, конечно, тоже все затраты. В случае с виртуальной, самостоятельная настройка через интернет в личном кабинете, для этого даже не нужно обладать какими-то специальными знаниями, потому что это можно сделать все буквально в пару кликов и в предыдущем видео, я, кстати, тоже об этом вам рассказывал и показывал, можете тоже пересмотреть. Ну, по обслуживанию здесь тоже все понятно, в штате должен быть системный администратор или взять его нужно будет на подряд, это опять же зарплата, а виртуальным обслуживанием занимается уже сама компания 24 на 7. Ну и, конечно, оборудование и комплектация, которые используются в физической, в железной АТС, это и телефонные аппараты, которые я вам показывал по стоимости, и кабель, и розетки, и разводка, плюс услуги мастера по монтажу, это все затратно. В виртуальной нужен только доступ в интернет, оборудование и установка, они уже не требуются, потому что они есть у оператора, которого вы будете использовать. Ну и ограничения здесь аппаратные, нужно заранее понимать емкость и определиться с комплектацией, которую вы будете использовать, а в виртуальной их нет, потому что это все увеличивается одним нажатием клика. Плюс виртуальная АТС, она более функциональна, эта функциональность постоянно наращивается, есть возможность масштабироваться и сделать интеграцию с CRM-системами, ну и, конечно же, мобильность. Здесь на слайде, я вам тоже его приготовил, можете посмотреть, как работает виртуальная АТС. Очень просто, простая схема, самая суть. То есть, когда вам звонит клиент, включается запись разговора. Дальше, воспроизводится голосовое приветствие, играет музыка и человек попадает на голосовое меню. Далее идет переадресация на тот девайс, на то устройство, которое вы сделали в настройках. Стационарный телефон, мобильный телефон, компьютер, планшет или возможность приема факса. Далее, звонок завершен и вам доступны запись разговоров, мониторинг и статистика звонков. Это только самая основа. Конечно, функциональность гораздо выше сейчас у современных виртуальных АТС. Здесь, чтобы вам понимать, как вообще происходит, нужно просто посмотреть на этот слайд. И в итоге вы получаете полную статистику по вашим разговорам, запись разговора. Вы можете провести анализ, сколько было звонков с данным человеком. И это хорошо работает в связке с CRM, системами. То есть, системой, где у вас будет собираться вся информация о вашем клиенте. Вы представляете, вам клиент звонит, у вас выскакивает окно оповещения, кто вам звонит, имя, история переписки, история звонков. Есть все записи. И понятно, в какой стадии вы уже с ним общаетесь. Он вам делает звонок, а вы уже все знаете о нем. И если, например, один из менеджеров у вас заболел, подошел другой, то он будет разговаривать уже с ним в продолжении его темы и не будет снова что-то переспрашивать. Это очень удобно. Давайте разберем виртуальную АТС вместе с компанией UIS. Я лично сейчас с ней сотрудничаю, поэтому вам могу показать свой личный кабинет, поговорить о возможности, которые здесь есть. И вообще всю настройку буду показывать именно от компании UIS. Знаете, мой опыт мне подсказывает, что нужно всегда работать с лидерами рынка. Только тогда у вас будет полная функциональность и эффективность от вашего бизнеса. Сейчас мы находимся на странице виртуальной АТС для бизнеса. Я ссылку на эту страницу, вообще на этот сайт оставлю в описании под этим видео, поэтому переходите и изучайте. Здесь куча информации, которую вы можете сами почитать. Все преимущества, с кем сотрудничает данная компания, какие у нее награды, какие лицензии, какая стоимость. Все здесь есть, поэтому здесь моя помощь вам не нужна. Можете сами по идее разобраться. Я же вас постараюсь сориентировать на те моменты, на которые стоит в первую очередь обратить внимание. Давайте пробежимся по возможностям. Вообще их здесь очень много. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание на те возможности, на те решения, которые использую лично сам я в своей работе. В блоке распределения звонков есть возможность использовать FMC, то есть сделать мобильный телефон вашего сотрудника полноценным офисным аппаратом. Он поехал куда-нибудь навстречу, взял с собой мобильный телефон. И все звонки также проходят через виртуальную АТС и попадают в CRM. Это же очень круто. Но основные возможности, без которых виртуальная АТС точно не обходится, это голосовое меню, это запись разговоров, журнал звонков, статистика и отчеты, они уже включены в комплект при подключении. То есть вы можете посмотреть тарифы виртуальной АТС, мы открываем базовые возможности и видим, что адресная книга, внутренние номера, голосовое меню, группы сотрудников, журнал звонков, все это уже есть при подключении в базовых возможностях. Сейчас я хочу обратить внимание на те, которые я лично выделяю и использую в своей работе. То есть можно сюда перейти со своим номером. Такая возможность есть. И если у компании уже сложилась четкая история и номер за ней закреплен, конечно не хочется его менять. Тогда его можно привязать к IP-телефонии от US. То есть простое подключение своего номера вам позволяет получать все возможности виртуальной АТС, но сохранить свой уникальный номер компании. Следующая возможность это речевая аналитика. На нее стоит обратить особое внимание. Это возможность перевести разговор в текстовый формат. Вы можете найти любой разговор по тегу, а также контроль скриптов. То есть вы будете знать и понимать, о чем говорят ваши менеджеры. Ну и конечно корректировать их работу. Здесь есть такая возможность, что речевая аналитика покажет сама, какие звонки действительно необходимо прослушать, какие не требуют внимания. Это во-первых экономит ваше время, а во-вторых вы найдете проблемные звонки и сможете уже наладить сотрудничество с этим клиентом или с вашим менеджером, если что-то нужно подкорректировать. Эти и другие возможности вы можете посмотреть на данной странице. Я ссылку на нее оставлю в описании. Выбирайте то, что вам в первую очередь нужно и более детально здесь можете ознакомиться. Предлагаю теперь обратить внимание на решения, которые здесь есть. Это и коллтрекинг, и FMC, сайтфон, лидогенерация, онлайн-консультант, автоперезвон. В первую очередь я хочу, чтобы вы посмотрели на три решения, которые я лично сам использую и вам бы рекомендовал. Это коллтрекинг, который позволяет отслеживать рекламные площадки. То есть, например, вы сделали рекламу в Яндекс.Директ и к вам перешли по ключу купить слона. У человека высветился один номер телефона, а когда он перешел в Яндекс.Директе по большие слоны, ему высвечивается второй номер телефона, и благодаря этому вы сможете отслеживать, по каким ключам к вам чаще звонят. Ну и, конечно, дальше уже делать какие-то выводы на основе этой аналитики. Это динамический коллтрекинг, есть еще статический, конкретно привязывается к рекламному источнику. Например, по SEO, когда человек переходит на сайт, ему показывается один номер телефона. Когда перешел с Google AdWords, ему показывается второй, с баннеров третий. Если на листовках укажете четвертый, он по нему звонит, и, конечно, это все будет отображаться в статистике. Это очень круто, аналитика сейчас очень важна для того, чтобы не сливать бюджеты впустую, а понимать, откуда идет действительно горячий трафик, и туда уже больше вливать денег, чтобы получать больше клиентов. Следующая возможность – это сервис обратного звонка или сайт фон. Благодаря ему посетитель оставляет свой контактный номер телефона, а сервис мгновенно связывает его со специалистом компании. Так вы можете увеличить количество звонков. Ну, как выглядит это на деле, можете здесь вот посмотреть, или воспользуемся кнопочкой прямо на сайте UIS, то есть получить консультацию, вводим свой номер телефона, дату, время, когда нам перезвонить, нажимаем «Жду звонка». Далее уже специалисты компании с вами сами свяжутся. Это очень удобно для тех посетителей, которые сами не хотят вам звонить, может быть, межгород дорогой, или не хотят тратить деньги, и вы сами уже свяжетесь. И поймаете тех людей, кто сам не хочет звонить, но ждет от вас звонка и сам оставил номер телефона. Поэтому этим функционалом также я рекомендую пользоваться. Ну и третий – это лидогенерация. Третий из моего списка рекомендаций, но не из функций, не из решений, которые здесь есть, потому что их здесь гораздо больше. Лидогенерация позволяет вам ловить клиентов с вашего сайта через формы захвата. То есть они могут выглядеть по-разному. Здесь они вводят имя, телефон, электронную почту, вопрос, или может быть просто телефон, или имя и номер телефона, и отправляют заявку. Данная форма работает круглосуточно, 24 на 7, на вашем сайте. В любое удобное время посетитель заполняет ее и отправляет заявку. Данная форма также работает и на мобильных устройствах. Она профессионально сделана и адаптирована. То есть у человека, у посетителя не возникнет никаких сложностей. Он просто откроет форму заявки, ведет необходимые данные и нажмет «Отправить». Получается, весь функционал возможностей он действительно завораживает. Вы за абонентскую плату месячную, которая несравнима с покупкой реальной аппаратной железной АТСки, получаете огромные возможности, которые поднимут ваш бизнес. И они сделают его удобным, потому что вы сможете общаться с клиентами, а самое главное, что есть в бизнесе – это клиенты, на которых все держится. Я вам обязательно рекомендую сделать интеграцию с CRM-системой. У меня интеграция с BITREX 24, возможно, у вас AMA CRM, Retail, 1S, Megaplan. Здесь есть инструкции, как правильно это все подключить, но подключение идет в пару кликов, потому что есть отдельные уже разработанные модули, которые просто интегрируются с CRM-системой. Например, как у меня происходит с BITREX 2.4, сейчас вам тоже покажу. Сейчас мы находимся в личном кабинете US.com. Мы видим дашборд, где вся основная информация по динамике звонков, по потерянным звонкам, по времени. Здесь переходим в виртуальный АТС, внутренние номера и правила. Здесь мы можем арендовать свободный виртуальный номер. Вот у меня есть 2, 8800 и 8499. Для этого нажимаем добавить виртуальный номер. Здесь можно отсортировать по категории золотой, серебряный, бронзовый. Далее выбрать префикс, например, Москва, и отметить галочкой тот номер, который вам понравился. Дальше нажать зарегистрировать. И дальше, когда вы делаете звонок на этот номер, уже все пойдет через виртуальную АТС. Здесь можно настроить правила, то есть они же сценарии, как будет все работать. Вот у меня, например, сценарий продажи есть. Нажимаю его редактировать. И здесь через визуальный набор инструментов можно настроить непосредственно, как будет взаимодействовать ваш потенциальный клиент, человек, который вам позвонил, с вашей виртуальной АТС. То есть идет ли переадресация, может быть какая-то музыка играет. Вот здесь у меня настроена музыка. Это все делается здесь в личном кабинете. Даже если вы не обладаете какими-то техническими знаниями, вы сможете сами здесь настроить. Или будут вопросы, я, может, запишу третий ролик уже, как конкретно здесь настраивать эти правила. Или просто обратитесь в техническую поддержку UIS. Она работает постоянно и всем подсказывает, если есть у кого-то какие-то вопросы. Возвращаемся обратно к списку сценариев. Здесь у нас есть опции разговора. Можем настроить база файлов, SIP линии, FMC линии, но у меня нет FMC. Здесь как происходит интеграция с CRM. Хотел вам тоже показать. Для этого переходим здесь справа вверху администратор, далее аккаунт. И здесь нажимаем интеграция. То есть AMA CRM, все эти CRM, которые я вам ранее показывал, нажимаем подключить. И здесь прописываем адрес вашего портала. Далее нажимаем подключить. В своем битриксе я установил модуль UIS. И сейчас видите, синхронизация сотрудников прошла успешно. То есть все работает с моим порталом синхронизировано. Когда я перейду в свой портал, здесь слева я выбираю телефония. И сейчас мы увидим вот телефония UIS. Мы можем проверить настройки, установка. Здесь все написано. Если что-то будет непонятно, то поддержка вам, конечно же, поможет. Теперь, когда мне будет клиент звонить на номер, который я арендую, 8800, автоматически будет создаваться запись в моей CRM-системе, то есть B2.4. Я увижу данный лид, его историю, какая сейчас стадия, например, заказа, да, или на чем мы остановили переговоры. Потом он второй раз звонит, и у меня сразу же будет выскакивать окно. Вам звонок от такого-то человека. Хотите его принять или переадресацию сделать другому сотруднику. Конечно, к каждому покупателю можно привязать своего сотрудника, чтобы звонок сразу шел к нему. И это очень удобно. Я вам рекомендую так делать. Дальше информацию по виртуальным номерам, как вы уже поняли, можно арендовать. Здесь почитайте, то есть ссылку на этот сайт я оставлю в описании. Здесь есть подробная, детальная информация. Прямо можете побегать, повыбирать, сколько это стоит. Вот виртуальный номер 8800, 590 рублей в месяц. Но какие преимущества он вам дает? Это все здесь есть. Но самое главное, чтобы вы сегодня понимали, что такое виртуальная АТС, почему она гораздо лучше, я надеюсь, сегодня вам обосновал, обычная аппаратная или железная АТС, как нужно ее использовать. И что IP-телефония, она действительно облегчает задачу именно общения с вашими клиентами, обработкой заказов, с технической поддержкой. И это нужно использовать. Сейчас время, когда все идет в динамике. И я вам рекомендую потратить 3 часа, а не, например, не месяц, не два, на подключение реальной АТС. И за 3 часа вы получите уже инструмент, с помощью которого будете зарабатывать деньги. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях под этим видео. Давайте наберем 500 лайков и тогда запишу третий видеоурок о том, как настраивать сценарий, как делать интеграцию, как вообще создаются лиды в CRM-системах. Я пойму, что эта тема вам интересна. С вами сегодня был Стас Быков. Все ссылки находятся в описании под этим видео. До новых встреч. Пока. Пока.